Всем привет! Меня зовут Сергей Бубович и вы находитесь на канале Ментал ТВ. Сегодня я запускаю новую рубрику, идея которой мне пришла буквально недавно. Гостями этой передачи будут люди разных профессий, которым в ходе своей работы приходится очень много взаимодействовать с людьми. И на протяжении определенного времени у них выработался интуитивный профайлинг, то есть умение разбираться в людях и читать их. И первым гостем моей передачи будет человек, который в той или иной степени повлиял на создание этого формата. Владимир Шатров, профессиональный фотограф. Приветствую, Владимир! Привет, Сережа! И начнем с первого вопроса. Почему ты начал фотографировать? Выдохнул, готов. Почему я начал фотографировать? Да было много причин. Есть причины, связанные с работой, есть причины, связанные с признанием, с проблемами с детства. Что именно ты хочешь узнать? Мне однажды попала в руки камера и... Ну вот, когда у тебя первый появился интерес к фотографии, вот когда ты первый раз делал фотоаппарат и решил, что я хочу снимать, фотографировать и откуда это произошло за рождение? Я понял. У меня в детстве не было компьютера. Мне его не покупали, сказали, закончишь четверть без стройок, мы тебе купим, но я был слишком ленив, чтобы учиться. И после школы мне надо было себя чем-то занимать. И я начал рисовать, мне это очень нравилось. И в какой-то момент я купил себе графический планшет, чтобы рисовать на компьютере. Мне очень нравился фотошоп, я пытался обрабатывать фотографии, чтобы, знаешь, прям все было красивенько, идеально. Но не было фотографий, которые можно было бы обрабатывать. И я пытался снимать на свою мыльницу, не получалось, достаточно хорошо. И в один раз, в один момент мне попал фотоаппарат в руки профессиональный зеркальный. И понеслась. Сколько тебе было лет? Двадцать... Двадцать один. Это ты для себя фотографировал или, возможно, заказ, ты сразу уже решил, что хочешь на этом делать деньги? Или это сначала как хобби начиналось? Я смотрел фотографии в интернете, и я дико кайфовал от них. И я вот чувствовал, что есть какая-то атмосфера. Я прям говорил, атмосферно. И когда я начал снимать, фотографировать, снимать у себя дома, в отдельной комнате, натянул фон, поставил маленькую лампу. Я фотографировал свою девушку и говорил ей, не атмосферно, чего-то не хватает. И вот этим не атмосферно, мне кажется, я в какой-то момент доконал, и... А какой был вопрос? Ну, все, ты на него дал. По твоему портфолио наверняка можно понять то, что ты предпочитаешь портретные фотографии. Почему именно этот стиль? Что тебя привлекает и в чем логика? Наверное, дело не совсем в этом. Я люблю практически все стили снимать, но выкладывать мне нравится почему-то больше портрет. Мне кажется, откликов больше, больше... То есть это коммерчески успешно? Не то, что коммерчески, это дает, по моему ощущению, больше обратной связи, больше, может быть, признания какого-то. Я недавно был у тебя на фотосессии, меня поразил твой метод работы. Опиши вообще свой метод работы и как ты к нему пришел. Так, ну что, у нас сегодня с тобой небольшая съемка. Я думаю, что нам надо будет минут 10. У нас здесь свет особо не настроен под фото, но должно быть что-то хорошее. Поэтому мы с тобой по большей части поболтаем. Хорошо, смотри, я снимаю в основном портреты сейчас. И я всем людям на черес съемки объясняю, что поскольку я снимаю портрет, ну вот так, может быть, немножко шире, мне особо не важно, как ты будешь позировать. Я рассказываю некоторую предысторию. Мне важно, какое у тебя будет состояние. Потому что это состояние, человек будет считывать с фотографии, он сразу поймет, какой ты примерно человек. И когда ты ко мне приходишь или другой, любой человек, всегда есть несколько вариантов. Я могу показать его настоящего, я могу показать то, каким его вижу я, то, каким он видит себя или то, каким он хотел бы себя видеть. Это три абсолютно разных, скажем так, варианта. Иногда они сплетаются в одно, и это получается максимально круто. Когда я вижу человека, он себя видит таким и не хочет никем другим быть. Вот. И он стоит передо мной, и начинается особый процесс, скажем, такая магия, где есть очень много всяких маленьких мелочей, которые влияют на атмосферу. Например, музыка, то, как я разговариваю с ним, то, как я себя веду. Волнуешься? Пока еще нет. Пока еще нет? То есть ты будешь потом волноваться? Когда вопросы интересные пойдут? Чем интереснее вопрос, тем ты будешь бросиваться у нас. Нет, нет, нет. У меня прямо напрашивается, сколько ты зарабатываешь. Ты это планируешь заранее или в процессе? Нет, человек ко мне приходит, я сразу вижу примерно, какой он. То есть, например, я вижу тебя, я сразу понимаю, так, понятно. Лицо сюда, настроение такое, такой фон, такой свет. То есть ты заранее сканируешь, получается, человека? Не заранее, во время съемки. Иногда на то, чтобы увидеть человека, нужно минуту, иногда полчаса. То есть очень же важен свет, я могу поставить его под одним углом, и будет полная фигня. Могу поставить под другим, и это будет шедевр. Иногда я сразу понимаю, так свет, такой ракурс, клево. Иногда полчаса я хожу, переставляю свет и думаю, блин, не получается. Но потом получается, и это такой прям огонь. Я понял тебя. Вот когда я спрашивал насчет процесса съемки, я хотел услышать именно твою методику вопросов. Ты задаешь определенные вопросы, которые заставляют меня задуматься о том, о чем я никогда самостоятельно сам собой не думал. Это так? Ты со всеми, у тебя со всеми происходит такой метод работы? Ну как тебе сказать? Иногда приходит человек с очень простой задачей. Хочу, чтобы меня сфотографировали на таком-то фоне, вот в таком ракурсе, вот с таким выражением лица. Бывают такие люди, я делаю кадры, даю, как бы все. А, то есть это по его желаниям. А если ты полностью контролируешь съемку? То у нас завязывается определенный разговор. То есть когда человек ко мне приходит, помимо того, что человек получает в результате фотосессии фотографии, он еще получает некий опыт, как это по-английски опыт будет? Experience. Некий experience, да, как сейчас принято говорить. И я за счет вопросов, о которых я сейчас расскажу, довожу до человека до определенного состояния. То есть, как правило, люди от меня уходят такие, знаешь, прям, типа, офигеть, это было очень круто, клево. И для того, чтобы человека к этому вывести, ну, к этому стоит выводить, для того, чтобы получились хорошие фотографии, я начинаю разговаривать с человеком. И, наверное, основное правило, это говорить с человеком о человеке. Я в начале съемки говорю, хорошая съемка, портретная, это процентов, наверное, 80-90 разговоров, и процентов 10, ну, вот, самого щелк-щелк-щелк. Человек передо мной садится или стоит, ну, как правило, садится. Я ставлю камеру на штатив, начинаю просто щелкать и с ним разговаривать. Потому что у многих людей куча зажимов, или им кажется, что он должен как-то там сидеть, как-то что-то делать. И вот я начинаю, типа, ну, привет. И что самое, кстати, что очень важно, с самого начала я отношусь к нему, как будто мужу лучше и друзья, просто он этого еще, может быть, не знает. А как ты можешь разграничить друзей и товарищей? Есть у тебя что-нибудь такое, какое-то понимание? Да, конечно, есть. Чем отличается друг от товарищей? Расскажи, что самое важное в людях. А как вообще ты подбираешь темы и сами вопросы? Ты рандомно, у тебя это возникает, либо готовишь заранее, или как-то иначе? Есть пара начальных вопросов, с которых все начинается, и уже понятно, в какую степь идти. То есть я считаю, что нужно с человеком разговаривать о том, что ему важно. То есть мы можем с тобой встретиться и поговорить о погоде, или... Дело в том, что я обучаю фотографов, я смотрю, как снимают начинающие или не начинающие. Ну, то есть, как правило, это либо вообще нет разговора, либо разговор какой-то... Вот ты сказал то, что человеку важно, ну, то есть меня. Как ты понимаешь, что мне важно? Я начинаю затрагивать разные темы. То есть есть какие-то общие... Да, есть общие вопросы какие-то в духе того, что расскажи какой-то человек. Я вот начинаю с этого вопроса, например, в пяти прилагательных. И человек начинает о себе что-то рассказывать, и даже по тому, как он отвечает на этот вопрос, уже много понятно. То есть он может сделать какую-то паузу, прежде чем, как сказать, честный. И я, как человек, который постоянно с этим работает и замечает, для себя помечаю. Угу, мы поговорим с ним об этом. И потом я говорю, так, честный, да? Хорошо. Ну и, в общем, я стараюсь искать в человеке что-то интересное, то, о чем он, как правило, не разговаривает с другими людьми. Ну, как-то я стараюсь идти вглубь. То есть я стараюсь... Сейчас я договорю. Я стараюсь понять себя, понять, какой ты, что в тебе есть, что делает тебя индивидуальностью, скажем так. А есть какие-то вопросы, которые дают тебе максимум информации о человеке? То есть ты понимаешь, какой он? На определенные вопросы, возможно, такие есть. Есть ли такие вообще? Наверное, это такие, знаешь, типа начальные общие вопросы в духе того, что какой-то человек... Мне очень нравится вопрос, что тебе, что, как тебе кажется, самое важное в людях. Это прям потрясающий вопрос, потому что, во-первых, самый первый вопрос, какой-то человек заставляет людей тут же погружаться в себя. Они такие, так, а какой же я человек? Кто-то сразу отвечает, кто-то начинает задумываться. Это уже интересно, это уже идет какое-то путешествие вглубь. Это, знаешь, как психологический сеанс, и люди очень часто уходят, говорят, как будто... Когда уходят, говорят, что это был как будто какой-то там психологический или сеанс. Ну, вот такое впечатление у меня тоже сложилось. Был какой-то момент, когда ты что-то о себе рассказывал, и ты пошел в ту область, к которой ты не хотел говорить. И это видно было по твоей мимике, и я понял, что ситуация немножко напряг... Ну, как бы, создается напряженная ситуация. То есть в моменте нашего разговора с тобой постоянно ситуация либо идет в плюс, либо в минус. Ну, как бы в напряжении или в расслаблении. И в те моменты, когда она идет напряжение, и мне это не нужно для определенных кадров, я могу это сгладить, сказать, ладно, давай не будем об этом, и уйти во что-то другое. Я брови свожу, наверное. Ну, ты что-то, да, ты куда-то ушел, куда-то дали, такой, ну, там просто... И тут было понятно, что ни к чему. Как ты понимаешь, насколько искренен был человек при ответе вот на твои вопросы? Ну, это видно. Смотри, в самом начале идет определенная настройка. Такое, знаешь, типа, какие-то приемы с психологией, НЛП, что-то вот такое. Я человеку даю понять, что передо мной можно быть максимально честным, открытым. Ну, не имеет смысла притворяться вообще. Потому что ты уйдешь, будешь жить своей жизнью, а фотографии сейчас получатся максимально крутыми, если будет максимально открытый диалог и честный. Есть темы, в которые я захожу, и человек начинает себя чувствовать некомфортно, или юлить, или врать. Ну, когда это чувствуется, я понимаю, что туда можно не лезть. Или сказать, слушай, ну, что, я это заметил, давай поговорим об этом. Ну, кстати, мне кажется, интересно будет, а как ты это понимаешь? Возможно, технически, либо интуитивно? Ты сейчас имеешь в виду всякие фишки, про которые ты рассказываешь? Да, из моей тематики. Вот жест и мимика. Это как-то интуитивно чувствуется, либо ты акцентируешь на этом внимание? Это чувствуется, во-первых, интуитивно. И вообще, мне кажется, это в нашем разговоре, в нашем с тобой, в моем разговоре с друзьями, это все считывается же интуитивно. Ну, то есть, ты на деталях не заостряешь в нем никакого? Заостряю. То есть, например, когда я обучаю людей, и стоит ученик, и общается с моделью, я потом могу сказать, так, смотри, в этот момент он сделал паузу, в этот момент он посмотрел вот туда, куда-то там, постарался что-то придумать, хотя на самом деле это было не так. И это совпадает. Ты хочешь от меня услышать какие-то конкретные детали, какие-то замечают? Нет, я твои мысли хочу услышать, я же не знаю. Ты не должен акцентировать на это на него, мне интересен просто твой метод работы. В общем, суть такая, что, короче, я недавно работал с коучем, он задавал кучу вопросов, это было мне очень близко, потому что я задаю максимально много вопросов, и человек говорит о себе. Я подумал, что коучинг хорош тем, что он может с помощью вопросов понять то, какой ты, понять то, чего ты можешь достичь, поверить в это, и сделать так, чтобы ты в это поверил. Ну, еще и привести тебя к этому. И с помощью вопросов я пытаюсь понять, какой человек. Я понял. А задаешь ли ты похожие вопросы в повседневной жизни? Смотря что считать повседневной жизнью. Все, что не касается съемки, например, при общении с друзьями, либо родственниками, знакомыми, либо ты находишься в магазине. Нет, нет. Ну, в смысле, это знаешь... С друзьями неформальные, неформальные даже, да, правильнее сказать. Смотри, есть категория друзей, которые... Как бы это объяснить? Во-первых, мне очень интересно разговаривать с человеком о том, что ему важно. Поэтому есть у меня категория друзей, с которыми мы как-то общаемся на более глубокие темы. И там, да, я... То есть, бываешь, применяешь то, что сегодня на фотосессии ты спросил, что тебе главное в людях, и ты, к примеру, общаешься с незнакомым человеком, но ты хочешь понять, кто перед тобой находится, и спрашиваешь тот же самый вопрос. Смотри, смысл не в этом. Когда человек ко мне приходит, по первым, наверное, пяти минутам, я уже понимаю, какой он. И я эти вопросы задаю, наверное, больше для него, чтобы он сам себе на них ответил и погрузился в определенное состояние. Так и с друзьями, пожалуй, и с теми, с кем я общаюсь. Я уже примерно понимаю, и мне не нужно задавать напрямую эти вопросы. Но бывает категория людей, которые приходят в мою жизнь, и я вижу, что у них есть какой-то запрос. Какие-то, может быть, проблемы или какие-то ситуации, которые они не могут решить, и я понимаю, как это решить. Во мне может включаться какой-то коуч или еще что-то в этом духе. И я, конечно, могу начать задавать такие вопросы, для того, чтобы человек к чему-то пришел. Я понял тебя. А при фотосессии, когда ты задаешь вот такие вопросы, ты испытывал когда-нибудь волнение? И испытываешь ли вообще? Ну, у меня начиналось все с этого. Ну, с волнением. Начиналось с того, что передо мной стояла модель, и я был в панике. Я понимаю, что помимо того, что надо щелкать, надо еще общаться с моделью. И я не знал, о чем поговорить. А когда ко мне приходили модели, которые снимались там у пятерых-десятерых фотографов, я думал, что у нее есть большой опыт, она понимает, как это происходит. И тут я новичок, такой прям... Руки дрожат, наверное. Да. Сейчас как-то все максимально просто. Слушай, ну, наверняка не каждый фотограф использует такой метод, который используешь ты, и отсюда вопрос, а работает это только у тебя, или может научиться каждый? Я думаю, что можно учиться каждый. Сейчас я просто думаю, что еще попадает по... Смотри, здесь самый важный вопрос, наверное, в обратной связи. Я тебе что-то говорю, я вижу обратную связь. Я тебе говорю, дружище, ну, очень условно, и я вижу, подходит это или не подходит. Дружище, ну, как это... Опять же, интуитивно? Ну, интуитивно, да. То есть, с каким-то человеком можно начать материться, ну, там, типа, ладно, не буду материться, с каким-то нужно быть максимально вежливым, спокойным. Это я к тому, что к каждому человеку есть определенный подход, можно научиться к каждому человеку подходить, ну, как бы, к каждому человеку можно научиться находить подход. Я понял тебя. А как вообще отвечают люди на вопросы? Есть какая-то закономерность? Может быть, их ответ отличается или чем-то похоже? Как вообще происходит этот процесс? Есть ли закономерность? Как отвечают люди на твои вопросы? Что значит как? Например, ты у меня спросил, какие качества человеке тебе важны? Я отвечаю, что такие-то, такие-то. Кто-то, возможно, ответил похожим способом, как я. Возможно, наши ответы отличаются. Я говорю о материальной составляющей, к примеру. Кто-то духовные качества затрагивает. Ну, в таком русле. Есть ли похожие ответы и чем они отличаются вообще? Есть похожие ответы у похожих, наверное, типов людей? Позже вернемся к этому вопросу. Хорошо. Но, как правило, мы идем... Понимаешь, первые несколько вопросов, там пять базовых, они намечают какой-то путь. Это как дерево. И это ведет в определенное какое-то ответвление. То есть, если, например, ты ко мне приходишь, я понимаю, что я хочу сделать из тебя какого-то человека задумчивого, я буду идти в какие-то вопросы, которые заставят меня уйти в себя, задуматься, да, что-то такое. И каждый человек будет отвечать по-разному о том... Ну, вот интересно, можешь привести пример ответа на один и тот же вопрос, но разных людей? Есть что-нибудь в голове на примете? Ну, один из моих любимых вопросов, это, например, как ты относишься к себе, потому что это... И как люди отвечают? Абсолютно по-разному. Кто-то говорит, отлично, и я могу задать еще там дополнительный вопрос, типа, ты красотка? Кто-то говорит, типа, я себя прям вот очень не люблю, ненавижу. И это тоже клево, потому что это тоже ведет к определенным вещам. И потому что я знаю, что в 99% случаев я сделаю клевый кадр, крутой, покажу этому человеку, и он увидит себя по-новому. Вот ты недавно сказал о типах людей. А сформировалось ли у тебя какое-то понимание групп людей, типы личности, и ты уже четко понимаешь, например, это человек таким-то типом личности, характеризуется другой и другим? Есть у тебя такое? Или опять же, все интуитивно? Нет, есть. Есть ли это закономерности? Я однажды проходил тренинг по лидерству. Не суть, нам там давали такую штуку, называется «Матрица поведения». И там есть четыре типа людей. Мотор, анализатор, контролер и поддержка. Это такая, вот если начертить табличку, они находятся в разных углах, и каждый человек, точнее каждый тип, ему присущи определенные положительные черты и отрицательные. И когда ко мне приходит человек, да даже не так, даже на улице, когда смотришь на человека, сразу понятно, из какого он типа людей. И, во-первых, когда он приходит ко мне на съемку, и я, например, понимаю, что это поддержка, я начинаю себя вести определенным образом. То есть, ну, идет какая-то такая соностройка. И с поддержкой я могу себя вести как поддержка, ну, включать в себя что-то, знаешь, максимально доброе, типа, заходи. А вот именно, чем люди схожи между собой, которые к тебе приходят, модели, и чем отличаются? Сформировался ли у тебя какой-то вот тип конкретный? Например, в смысле, я разделяю ли я людей на какие-то группы? Да, да, вот так, так. Ну, в моей голове, например, есть категория бизнесмена, есть категория актера. Ну, это очень разные люди, потому что, например, актеров я очень много снимаю. В большинстве случаев это, знаешь, желание вот играть бы в какой-то игре. Может быть, я хотел сказать, что какие-то маски, но маски почти у всех людей. Есть бизнесмены, они приходят с каким-то другим запросом, с какой-то другой своей, ну, назовем маской или ролью, игрой. Ну, я считаю, что все люди играют в игры. А можешь привести пример, кем хочет показаться, какие маски надевают? Ну, это очень просто. Бизнесмены хотят быть максимально, как правило, не всегда, максимально крутыми, типа, смотри на меня, я уверенный, успешный, крутой. А ты понимаешь, какие они на самом деле? Ну, разные наверняка люди, но, возможно, пример какой-то есть. Человек хочет показаться серьезным, а на самом деле ты понимаешь, кто он на самом деле? Есть, есть очень часто, да. Ну, в смысле, бывает очень часто так, что я вижу, что он, ну, добрый, простой. Но когда он только оказался перед камерой, он такой, да я тоже таким был, может быть, я тоже такой есть периодически. У меня есть моя коронная, была коронная поза, когда меня фотографировали, я такой, типа, я кто-то их варень. Ну, это, мне кажется, довольно многие присущи, особенно люди молодого возраста. Ну, не суть, я понял тебя, а с кем тяжелее работать? Тяжелее работать с людьми, которые себя не любят. А как это проявляется? Это такая категория людей, которые не уверены в себе, не любят себя и не любят себя на фотографиях. А зачем тогда же им идти на съемку? По-разному. Ну, иногда, например, ей нужно портфолио, ну, ей, модель, этому человеку нужно портфолио. Или это просто какой-то опыт. Или этот человек увидел фотографии мои и подумал, ладно, пойду попробую. И из этого человека можно, не из этого человека можно, этого человека тоже можно показать красивым. Ну, то есть, красивы все, по моему мнению. Этого человека можно показать красивым, но на это может уйти гораздо больше энергии и сил. Вот, к примеру, тебе пришел неуверенный человек. Может ли он во время съемки стать уверенным, раскрепоститься и почувствовать себя комфортно? Или он на протяжении, вот как пришел зажатым, так и остался? И как это, и как вот это, если да, то как это происходит? Это зависит от моей работы, от того, как я буду общаться с человеком. Ну, вот, у тебя были такие примеры? Да, у меня были примеры, когда приходил человек максимально закрытый, весь такой в себе, неуверенный. И уходил, просто пожимая мне руки, говорил, это было очень круто, спасибо тебе. И ему было сложно уйти, потому что он начинал мне рассказывать кучу всяких вещей. Потому что через определенные вопросы, находя определенные темы, которые ему близки, ну, знаешь, как бы вот, ты находишь какую-то точку и такой, да, вот об этом мы будем с тобой разговаривать. Ты начинаешь его раскрывать. И можешь его ввести куда захочешь, в уверенность еще куда-то. Общение, то, что касается этого человека. И он рассказывает тебе. Это очень важный и был интересный пример, когда я фотографировал одного очень такого высокого ранга человека, директора банка. И была задача, ну, мне сказали, у нас есть задача показать этого человека максимально добрым, открытым. Но этот человек в силу того, что это директор банка, он, знаешь, прям за семью такими стенами, максимально серьезный. И где-то, наверное, час я пытался этого человека раскачать с помощью разных вопросов. И я понимал, что не получается пройти сквозь вот эти барьеры. И в какой-то момент я говорю, расскажи о своих детях, ну, давай об этом поговорим. И все. Это резко спадает, включается доброта какая-то. И вот тогда получаются крутые фотографии. Ну, вот смотри, опять же, это, наверное, к вопросу о типах личности. Не каждый захочет о детях рассказывать. То есть бывали такие ситуации, к примеру, ты думаешь, что этот способ подойдет, но человек не поддерживал беседу, он не отвечал на те вопросы, которые... Это был ты. Да? Один из моих любимых вопросов – это вопрос про мечты. А, я понял. Ну, это тоже... Смотри, просто каждый вопрос, который я задаю человеку, и на который он мне отвечает, он мне дает очень много информации о человеке. То есть маленький вопрос, а информации вот столько. И когда я спрашиваю о мечте, и человек, например, задумывается и говорит, «У меня нет мечты». Это повод с ним обсудить это и понять, почему. Какое он, как он живет и почему нет. А если было бы то, что... Ну, не суть. Ты же помнишь, что ты мне сказал? Да, я помню. Что ты мне сказал? То, что я не хочу обсуждать этот вопрос. Я готов отвечать на все вопросы. Ну, вот, наверное, на этот, что для меня не хочу распыляться как-то. Что, наверное, человек не обязательно должен говорить о своих мечтах, а то не сбудется. Он загадочно улыбнулся и сказал, ну, кто же говорит о своих мечтах? Я сказал, да почти все. Я уважаю, ну, в смысле, я уважаю... Точнее, как сказать? Есть границы, за которые люди не пускают. Я уважаю это. Это нормально. Слушай, если бы у тебя... Я сейчас подумал, интересно, если бы у тебя было денег прям вот дофига. Ты обеспечил твои дети, правнуки. Я все себе купил, да? Все, что хотел, да. Чего ты делал? Чем бы занимался? Да. Хороший вопрос. Как быстро после такого метода работы ты научился разбираться в людях? И научился ли вообще в целом, не только с клиентами, с моделями? Мне кажется, это был параллельный с фотографией какой-то мой путь. Я изучал психологию, науки, что-то вот из этой сферы. Вернемся немножко вот к этому. Давай. Ты продолжай. Или ты все? Все. Так вот. Опять-таки, ну, есть определенный этап в моей жизни, который я называю, условно говоря, тренинг по лидерству. И когда я туда вышел, я начал понимать людей, наверное, в 10 раз больше, чем я до этого их понимал. Ну, то есть это был такой большой трехмесячный курс, скажем так, который меняет жизнь. То есть, получается, вклад был не только из фотографии? Нет, абсолютно нет. А это вот эти курсы, о которых ты говоришь, они повлияли на твой метод работы? Конечно. То есть, в первую очередь? В первую очередь. Ну, как и на все сферы моей жизни, так и на работу. Смотри, наверняка человек, с которым ты поработал и уходит, у тебя о нем складывается определенное впечатление. То есть, какой он психологический портрет. А бывает такое, что человек уходит, но остаются какие-то загадки, которые ты, возможно, не разгадал, и не все еще узнаешь об этом человеке. Да, есть такие люди. А бывает, что и полностью знаешь. Понимаешь вообще, что из себя представляет человек. Ну, сложно сказать, что я полностью или не полностью понимаю человека. Ну, как ты ощущаешь это? Твои ощущения? Еще раз вопрос. Смотри, вот как я решил, что люди, которые приходят к тебе на фотосессию, ты задаешь вопрос, и наверняка об этом человеке у тебя складывается его психологический портрет. Ну, условно хорошо назовем это так. Ты чувствуешь уверенность в том, что все об этом человеке узнал? Нет. А то есть всегда есть такие недосказанные моменты и загадки? Слушай, ну что значит все? Много из детства, много скрыто. А теперь вот о типе личности. О типе личности? Да. Что за человек, какой у него характер? Ну, я думаю, что в целом я понимаю, да. Ну, загадки остаются всегда. Есть некоторые люди, которые как-то с ними не разговаривали, они такие типа, нет, парень. Ну, типа, туда мы не... А, то есть барьер ставит, блок, что не будут отвечать на вопросы, а просто фотографируем. И это тоже интересно. Вот мне нравятся фотографии в портретах. Все, что происходит, это очень интересно. Такой вопрос. А как ты сам себя чувствуешь перед камерой? Растеряно, неловко. Переживаешь, как сегодня, да? Сегодня я вообще забыл о камерах, я просто общаюсь с тобой и мне максимально комфортно. Перед камерой просто, наверное, одна из проблем, что я не встречал людей, которые работали бы как я. Именно метод работы? Да, именно метод. Недавно меня фотографировал мой ученик, и он начал меня заваливать вопросами, и я первый раз это на себе ощутил. Я просто такой, офигеть, это круто. Просто смотри, человек приходит, каждый человек приходит к тебе с какой-то определенной задачей. Это я к тому, что когда мне нужны были фотографии, меня фотографировали, у меня была определенная задача. И, в общем-то, я знаю, как эту задачу выполнить, как меня показать в кадре то, какой я есть. И по-хорошему для этого мне тоже с кем-то поговорить. И когда это был человек, который уже понимал, какие вопросы и почему надо задавать, вот тогда было хорошо. А тебе самому комфортно было бы работать с самим собой? Да. Может, это прозвучит нескромно, но мне кажется, это было бы максимально комфортно. А как бы проходил этот процесс? Мы бы сели, мне кажется, и часа два поговорили бы спокойно. Вообще, я очень люблю снимать в последнее время у себя дома. Это просто комната. Я тебя снимал в студии, да? Ну, в общем, я еще фотографирую дома, и это максимально подходящая атмосфера, потому что ты никуда не торопишься, ты можешь поставить музыку, налить чай, поговорить с человеком. И очень же важно наладить контакт. И вот когда у нас есть, например, час на съемке, это сжатое время. Ну, в смысле... Вопрос был о тебе и тебе. Так, я сейчас... Это подводочка? Да, это подводочка. Так вот, если бы это был я и я, мне кажется, мы бы сели поговорили, пару часиков, потом такие, ну, погнали, сделаем пару кадров. Фотографии по результату получались такие, как хотел этого ты, или как хотел человек, который к тебе приходит? Интересный вопрос. Смотри, я вначале спрашиваю, ну, в смысле, объясняю человеку, как я снимаю, и ему предлагаю, что в каком направлении мы будем идти. Иногда бывает так, что человек говорит, снимай, как ты видишь, как ты хочешь, я вообще не лезу, тогда результат будет только какой я его хотел увидеть. Если у человека есть конкретный запрос, или вот он понимает, каким он хотел бы себя видеть, то, скорее всего, будут фотографии... Блин, нет. Фотографии будут очень разные. Максимально разные. Я скидываю все фотографии человеку. И там и твое видение, и видение человека. Вот такой ты будешь потом в конце. Одну фотку ты скинул, где... А вот это очень хорошо. Ну, это, кстати, интересно, да. Я уже задавал, похоже, вопрос, но на основе своего опыта, который ты получил, применяешь ли навыки чтения человека в жизни? К примеру, идя на деловую встречу, или с незнакомым человеком, и ты хочешь узнать об этом человеке поподробнее, и применяешь вот эти все свои наблюдения, которые собрал? Применяю. А можешь описать ситуацию, вот процесс, как это происходит, и примеры жизни, возможно? Ну, например, компания людей. Когда я попадаю в компании людей, я примерно понимаю, кто есть кто, и могу задать пару вопросов каких-то, на основании которых я сделаю выводы. Стоит мне с человеком переходить в какой-то более близкий контакт, или не стоит? А можешь привести какие-то были вопросы, например, после которых ты сделал конкретный вывод насчет человека? Мы сидели в компании людей, и меня познакомили с девушкой. И вот она сидит, у нее, хотел сказать, 50 масок, но ладно, это просто она какая-то такая очень крутая, успешная девушка из Москвы, приехала в Питер поболтать с парнями. Я сижу, мне очень интересно наблюдать за этим, и в какие-то моменты я начинаю задавать вопросы о ней. Почему она какого-то парня, например, ну, условно говоря, гнобит? Или почему она так себя ведет? Ну, в общем, в общем, умение задавать вопросы и понимать человека я применяю и... Я понял тебя. Ну, интересно просто было бы услышать пример, вот какие вопросы, может быть, у тебя есть в рукаве, по которому ты можешь... Но, как я понял, это все протекает в ходе беседы, и ты никак не раскрываешься на этом. Да, наверное, один из самых вопросов это зачем, почему... В смысле, почему ты сейчас сказал то или иное? Что ты думаешь об этом? Например, что ты думаешь об этом, это вообще отличный вопрос. Ты фотограф, ты очень часто видишь лица людей и вообще человека на фотографии. А можешь ли ты по фото определить психологический портрет человека? Если да, то на основе каких признаков? Может быть, он расположен так или иначе? По использованию эмоций или что-то такое? Ну, я... Именно вот даже не характер, а именно вот психологический портрет. Я думаю, что да. То, какая поза, то, как человек в кадре сел, встал, то, как он держится, то, куда он смотрит, очень о многом говорят. Ну, опять же, пример можешь привести. Вот, к примеру, если обычный человек хочет научиться по фотографии понимать, что из себя представляет человек, это вообще можно научиться? И если да, то на что надо смотреть? Ну, надо смотреть на позу. Вообще, в фотографии есть такая тема, что когда мы смотрим на фотографию, мы ее оцениваем по множеству параметров, и один из них – это вопрос, честно или нечестно. То есть, вот я смотрю на твою фотографию, и я сразу понимаю, насколько это было честно и по-настоящему. Даже вот на фотографии, которые не ты сделал? Ну, конечно, да, да, да. То есть, иногда смотришь на фотографию, и понятно, что вот он специально так встал, типа, знаешь... Это в языке тела проявляется, да? Да, ну, вот если твоим языком объяснять, то, да, по языку тела. Я понял. Сколько тебе времени обычно приходится, возвращаясь к предыдущему вопросу в жизни, чтобы понять, кто перед тобой находится? Что за человек перед тобой? Наверное, от минуты разговора до получаса. Хорошо. Бывало ли такое, что при общении с человеком ты сделал какие-то выводы на основе его, но в ходе беседы понимаешь, что ты ошибся? Да, такое бывает. Ну, потому что человек, когда к тебе заходит в студию или еще куда-нибудь, ну, когда вот... на нем может быть маска, за которой, может быть, не всегда видно, какой он на самом деле. Поэтому, когда мы можем с человеком сесть, я начну задавать вопросы, я пойму, что он совсем другой человек на самом деле. А была ли у тебя изначальная цель научиться разбираться в людях, либо это в ходе работы? Я думаю, что с этого отчасти все и началось. А расскажешь? Я думаю, что мне стала интересна вообще область психологии, потому что я был в детстве таким зажатым человеком, который ни с кем не общался. И в какой-то момент я подумал, хочу, чтобы у меня было много друзей. Я изменил полностью стиль общения, стал таким, знаешь, душой компании, у меня стало очень много друзей. И в какой-то момент я подумал, что много друзей я не хочу. И, в общем, периодически меня увлекают такие вопросы в духе того, что о чем вообще люди разговаривают, зачем люди встречаются. И когда я пытался найти ответ на эти вопросы, повтори свой вопрос. Была ли у тебя цель научиться разбираться в людях? А, ну вот, наверное, у меня была цель разобраться в себе и разобраться в том, почему люди делают те или иные вещи, зачем они живут. И фотографии – это один из способов достижения этой цели. Ты подумал, что это будет эффективно, либо просто интерес, один интерес столкнулся с другим интересом и помог тебе этому достигать. Я думаю, что они, ну, как-то вот сплелись. Да, и фотография очень сильно помогает. То есть я отснял не знаю, сколько тысяч людей, и я начинаю понимать, какие люди, зачем они делают те или иные вещи, почему они не делают тех или иных вещей. А ты это в жизни вот щелчком можешь включить и выключить, либо это все неосознанно и просто как тебе навык сформировался? Я думаю, что я могу включить это щелчком, но просто это не всегда уместно, не всегда актуально. То есть был период в моей жизни, когда я был таким, знаешь, типа, учитель или коуч. Я встречался с людьми, я заваливал их вопросами, и не всегда это было нужно. То есть в какой-то момент мне люди говорили, типа, перестань, хорош быть учителем. И теперь я понимаю, что бывают моменты, когда это нужно, и это мне помогает. А бывают моменты, когда я просто такой, я не собираюсь копаться в тебе. Слушай, 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 слушай. Есть какие-то известные личности, может, актеры, знаменитости, бизнесмены, которые тебе прям очень импонируют? Что ты можешь посоветовать человека, который не связан с фотографией, но хочет научиться разбираться в людях? Я думаю, что стоит прочесть, во-первых, книгу без книг. Да, вот именно вот в жизни. Вот навык какой-то, вот обращать внимание на, на что ты обращаешь внимание. Я думаю, что, наверное, основное, это задавать вопрос себе, зачем, сейчас я подумаю, правильно это будет или неправильно, ну, в смысле так, ответить. Понимать, почему люди делают те или иные вещи. Задавать вопрос или пытаться анализировать самому. Я считаю, что вообще, как бы один из самых крутых, крутых, крутых способов общения, это задавать вопросы. Да, я думаю, что вот ответ на твой вопрос, это задавать людям вопросы, правильные вопросы. А что значит правильные или неправильные? Как их отличить? Правильный вопрос или неправильный? Мне кажется, что, ну, это сложно дать четкий ответ. Ну, вот как ты чувствуешь, как ты применяешь в своей жизни? Наверное, стараться понять, какой это человек. Как понять, какой это человек? Опять же, задавать вопросы. Задавать вопросы, да. Правильно или неправильно? Во-первых, тебе должно быть интересно. Вот это самый главный, наверное, принцип. Когда мне интересен какой-то человек, я начну тебе задавать разные вопросы в духе того, что чем ты занимаешься вообще, а почему ты этим занимаешься? То есть экстрим, а почему экстрим? Ну смотри, наверняка, когда к тебе приходит человек, не всегда у тебя есть искренний интерес к его личности. Тебе это надо искусственно нагнать, чтобы интересоваться его личностью. Вот как ты сказал. Но не всегда же бывает, приходит человек, и он тебе интересен, а что у него там происходит? Наверняка это как-то тебе надо себя заставить, чтобы был он интересен. Я думаю, что стоит просто включиться. Ну это все атмосфера, которую вначале создаю с помощью музыки и прочего. И я думаю, что... Хотя сейчас, подожди, давай задумаюсь, чтобы я тебе... Давай, да, это интересно на самом деле вопрос. Много людей, вот например, из наших подписчиков, которые хотят навык чтения людей в свою жизнь интегрировать, если можно так сказать. Им человек может быть неинтересен, но им хочется его прочитать. И вот ты сказал интересную вещь, тебе должно быть интересно его анализировать. И вот как этот интерес создать? Слушай, наверное, процентов 95 людей, которых я снимаю, мне интересно. Бывает 5 процентов... Искренне. Есть люди, ну есть люди глубокие, есть люди неглубокие, скажем так. И если я понимаю, что человек неглубокий... По усилению их? Наверное, да. Ну то есть, когда человек интересуется просто тем, чтобы прибухнуть с друзьями, пойти потусить в клубах, и всё, и он ничем не увлекается, то наш с ним разговор может быстро закончиться. Такое бывает. Таких людей становится всё меньше, потому что всего определённых причин. Но такие люди есть. Я понял тебя. Но вот всё же возвращаясь, можно ли как-то искусственно создать интерес к человеку? Если да, то как? Мне кажется, нет. Ну, в смысле, это можно задавать вопросы как бы просто на автомате, по шаблону, но это неинтересно. Лично мне. Я понял. Окей, я тебя услышал. Или, подожди, твой основной вопрос был в том, бывает ли у меня так? Ну, в первую очередь, да, я спрашиваю. О твоём опыте? Ну, вот, скажем так, несколько процентов людей, иногда так бывает, да. И как это протекает в вас общение? Это бывает так, что наш разговор через какое-то время заканчивается. И я просто уже понимаю, что я сейчас просто сделаю крутые портреты человеку. А, то есть ты просто фотографируешь, ты не пытаешься разобраться, что это за человек. Я понял. Ты хочешь что-нибудь от тебя сказать, поделиться чем-то, чем ты хочешь поделиться? Я хочу сказать, что мне кажется, что каждому человеку стоит максимально хорошо узнать себя. А, наверное, узнать себя можно через людей. Возможно, то, что вот происходит у меня с людьми, это всё только для того, чтобы лучше понять себя. Понять себя для какой-то определённой цели, для того, чтобы жить как-то по-другому. То есть, если ты хочешь жить по-другому, ты меняешь себя, ты можешь менять себя, узнавая других людей, понимать, что тебе близко, не близко. Я как-то очень... Интересно. Размыто объясняю? Нет, нормально. Вообще, мне кажется, самое главное в жизни это кайфовать. Просто пойми, просто нужно понять, от чего ты кайфуешь и делать это. Понял, спасибо. Я кайфую от общения, от узнавания людей. От чего-то глубокого. Спасибо, Владимир. Спасибо тебе. Надеюсь, это было полезно. Сегодня у нас был Владимир Шатров, профессиональный фотограф. Надеюсь, вам понравилось это интервью. Если да, то ставьте пальцы вверх. Но самое главное, следите за людьми и не оставайтесь в дураках. Скоро увидимся. Это круто. Просто бывают люди, которые вообще игнорируют обратную связь. Очень много таких людей. Они начинают тебе что-то рассказывать, а ты сидишь и думаешь... А, окей. Понятно. Я уже мысль потерял. Приду сегодня, помоюсь, поем. Это...